приветствую всех дамы и господа с вами соски каски и сейчас мы смотрим карту реалм матч который прошел в рамках турнира галактик клан вар на прошлой неделе между кланами empire и с и чем примечательный этот матч тем что как можете уже обратить внимание на рейтинге средний рейтинг игроков из нижней команды с клана empire намного ниже чем средний рейтинг игроков из верхней команды из клана эсэй хоть клан empire не совсем русский клан но участвуют все три русских парня а именно буча также известны как и в тигр поролон блинчик который уже пошел на центр за и он и люкер также известный старичок который раньше играл с сидом очень много но также продолжает активничать и по сей день играют они против крутых ребят от жукс мощный 2к игрок мэфи и третий игрок блогер за серафим 10 километровая карта которая искусственно ограничена горами до формы круга карта необычная редко его увидишь чтобы играли там в групповых матчах и блинчик уже пошел на центр собирать реклейм пытается стырить с вражеской половины и видим что уже весь реклейм абсолютно прокликан его 1 2 команды но с этой стороны не выходит командир со стороны верхней а это значит что у наших ребят здесь будет преимущество по реклейму наверняка один тачек танчик выходит от мэфи мы посмотрим как будет развиваться ситуация практически полностью весь реклейм на карте лежит в самом центре это значит что как может скорее нужно идти и отжимать командиром этот реклейм пока что не торопится выходить здесь поролон видимо был какой-то реклейм на базе но увидитесь что поролон уже собрал 400 реклейм это значит что можно лишний завод построить командиром ну вот он убивает уже инженера нет инженера он не забирает убирает убивает он только танчик и он же инженер успел стырить немножко здесь обломков зданий но на этом реклейме инженером заканчивается посмотрим какую тактику выберут ребята из нижней из верхней команды все-таки придется превозможить все-таки средний рейн рейтинг на 400 меньше 400 это очень много пока что все спокойно начинается игра принципе можно немножко ускорить и посмотреть какие билд ордера у ребят три ланда у люкера 2 ланда чем 5 ландов стоит строит у нас блинчик и 3 ланда четвертый аир единственный аир будет в команде у поролона и здесь тоже одни ланды 4 ланда и также 4 ланда верхняя команда вообще играет без аира но вот стоит стоп нет это land фабрика да то же land фабрика в общем вообще без аир играет верхняя команда а нет вру вот как же я мог не заметить что здесь как раз киаир фабрика увидел разведчика и понял что что-то не так крайне быстро стараются ребят собрать реклайм уже до центрального реклама не полностью ничего не осталось и начинает стартовать ган карта достаточно такая плотненькая по расположению хоть всего лишь 6 игроков на 10 километровой карты но ребята понимаю что здесь нужно идти и выносить ган командиром как можно больше также ган начинает обрадить а джукс причем один из двух апгрейдов на ногам и он ского командира сейчас он бредит скорострельность этот апгрейд немножко дешевле чем стандартный апгрейд на ган командира но в сумме они два грейда дороже чем один стандартный уча сюда лично подходит чтобы разбираться с этими аврорками прикрывает истребители значит решай решает отойти неприятно когда тебя авроры накидывают и тебя кайтят также сюда подходит блинчик сами аврорами начинает сильно харассить аджукса но аджукс непоколебим так сказать терпит впитывается выстрелы артиллерии уже две даже три с половиной тысячи здоровья просто потерял на ровном месте но все таки доделал свой ган и начинает сильно харассить поролон и у него у поролона возникают большие проблемы я сейчас начну давить жестко поролона в принципе могут и забрать здесь но если аджукс пойдет сейчас до конца то здоровья не хватит и придется размениваться красное здоровье остается у бучи и аджукс решает не размениваться скорее всего выключен full share настройка которая позволяет передавать все войска союзнику после своей смерти ган есть у блогера также есть двойной уже апгрейд на ионском командире на ионском командире кто не знает есть такая особенность что апгрейд на дальше стрельбы у него увеличивает дальности на большее количество ранжа чем на других командирах это значит что ионский ган командир от как бы снайпер командир считается ну и также у люкера тоже есть ган у экзешного командира ган отличается тем что скорострельность остается так тоже вот range увеличивается и урон увеличивается в два раза и вместо скорострельность активный харассмент сказать блинчика и у поролона здесь очень мало хп у мэйфи в принципе вообще все в порядке мэйфи тут пытается еще и подреклеймливать в промежутке между стрельбой вот сюда бы сейчас overcharge один выстрел один труп шилд уже начинает апгрейдить аджукс пока что я отворачивал камеру он уже успел себя проапгрейдить второй апгрейд на ган ну и подразменялся немножко по хп сейчас все апгрейдит дешевый апгрейд достаточно у эмонского командира на шилд а буча в то время и единственной карте пока что а пт2 командира люкер стартинг на 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 рип на на репер вот это интересный апгрейд потратил достаточно много хп практически чуть не помер вот сейчас бы если бы знал блогер что здесь есть командир он бы мог наломиться его убить и люкер понимает что он сейчас в опасности его уже начинают подхорошивать арта теряет он еще немножко хп и отменяет свой реген огняет свой апгрейд на реген муча в итоге доделал т2 на командире и уже видим 25 киллов 20 регена в секунду скоро будет первое ветеранство и реген увеличится здраво увеличивается и так далее также на на репер делает мэфи полностью все командиры идут в рэмбо а это значит что будет жарко срочно нужно доделывать на на репер видимо не хватает ресурсов что ли у хотя нет вроде хватает достаточно быстро делается еще 7 6 5 4 3 2 1 инженера походит на помощь и 56 регенов в секунду все люкера здесь уже не убить люкер нужно идти вперед и просто убивать все весь этот спам и всасывать реклейм да идите сюда грит люкер попробуй возьми меня сам возьму хронодемпфер делается на ионском командире это значит что ни один юнит не сможет им подойти близко это такая оглушающая аура у блинчика и сейчас вы увидите как она работает против командира в сожалению она не работает иначе это было бы имбой но видите над танчиком появляется такая значок молнии это значит что он оглушен в огромном в огромном радиусе сейчас будет оглушенные многие юниты каждые три секунды на одну секунду вроде и каждые три секунды на 200 не помню как она работает можете посчитать по таймеру в общем очень неприятная вещь против спама и что делать сейчас верхней команде против этого хронодемпфера вообще непонятно аджук аджукс мы видели вместо хронодемпфера на апгрейд спины сделать себе щит чтобы жить ой большие проблемы что сублогеры теряет очень много хп командир присосался просто к нему буча может идти до конца он у почитаем в принципе безопасности спам ничего вообще абсолютно не может сделать она подходит свой щит прикрывает его здесь офзешный щит мэфи и отрезают мэфи лично приходит и отрезают войска наших ребят ребята риски решают не рисковать не рисковать лучше сыграть более надежно о господи а люкер уже здесь на базе пришел но люкера встречают т2 аир и также т2 л шавохи очень мощные т2 боты с огромным ранжом с огромным количеством хп с огромным дпс ам да ты один спам против такого не попрешь конечно давайте посмотрим что по реклейму по реклейму наш верхняя команда рекламе это намного лучше и по общему общей количеству добытой материи верхняя команда также у нее все хорошо по количеству добываемой материи в секунду верхняя команда примерно на 20 процентов уже опережает но у нашей команды здесь скажем так есть территория с реклеймом это значит что нельзя доверять вот этим цифрам у нашей команды достаточно все хорошо по реклейму до тех пор пока что они владеют территории но здесь уже встает 1 турель к ее срочно нужно уничтожить иначе этот турель будет окупаться на турель кстати тоже не действует хрона глушил к эонского командира и удается удается конечно выбить эту турель но буче нужно быть аккуратным буче всего лишь 6000 хп хоть и есть 32 регена в секунду мэфи умело пользуется своим командиром он немножко втанковывает пользуюсь тем что у него есть апгрейд на реген и сразу же прячется по 4 как чувствует что сейчас может быть снайп он тут же прячется по щит и на на репер делает тем временем бодер по моему уже все апгрейды сделано командира которые можно нету будчи кстати еще можно сделать апгрейд на реген например если он сейчас отойдет достаточно быстро может сделать апгрейд на реген на на репер у серафимский достаточно мощный реген порядка 70 в секунду становится это очень 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 много давайте посмотрим что здесь по апгрейдам есть т2 завод у люкера он спамят здесь т2 танки пиларки также т2 land есть у блинчика и т2 land у поролона но т1 аир а мы видели что верхней команды есть т2 аир но в этом т2 аире он строит пока что просто т1 истребители чтобы набрать преимущество по аиру но как мы видим по по количеству аира у нашей команды его практически нет и этим пользуется верхняя команда и где-то тут летала нота и и видимо уже сбили да где-то она уже упала так блинчик здесь пытается наломиться с крона глушилкой но здесь встречает два обливина почему-то не стали они пытаться наламываться хотя здесь можно было бы в крайнем случае спрятаться в лужу но в луже против торпедника против т2 аира как страшно прятаться видимо и опять же ребята решают не наламываться и вот эта нерешительность она может сыграть с ними злую шутку потому что верхняя команда как мы видим по экономике достаточно сильно вырвалась вперед и если ребята прямо сейчас не реализуют свое преимущество по территории по по апгрейдам на командирах да то есть не пойдут вперед и не сломают прямо сейчас то возможно потом уже будет поздно потому что экономика потом выльется в тяжелые кита апгрейды и то сильных юнитов так далее господи буча здесь уже 4000 кп все лишь остается но всего лишь 100 материи ему нужно убить чтобы получить следующий третий следующие третье ветеранство и получить огромный буст о хп а вот и командир с тремя апгрейдами на серафим вот так он выглядит с такими дополнительными шипами за спиной видеть 92 в секунду у него реген здоровья уже 49 киллов 2600 материи убита и на на репер сейчас начинает уже делать здесь буча под прикрытием серафимского командира опа дроп дроп не очень удачно пролетает здесь были сбиты т1 юниты в этом дропе кое-как он остался жив не очень удачная траектория была дропа и решает пожадничать блогер он хотел дропнуть здесь юнитов но решает дропнуть их чуть дальше и давайте посмотрим сможет ли он дропнуть ах буквально где-то на 1 секунду остается до дропа не жадность как говорится игрока сгубила дроп не успевает приземлиться и просто так дарит массу но как видим ситуация пока что такая стоялова есть апгрейды на командирах но эти апгрейды пока что как-то не очень сильно работают пытается микри здесь вот турелей блинчик но не очень сейчас был хороший тайминг и три снаряда удалось увернуться блинчику ну и удается ему вынести вот эти три триады здесь еще три триады стоит позади хватит ли блинчика на это я не знаю люкер уже 4 ветеранство скоро будет 5 но блогер со своим жестким регеном конечно это очень мощная такая оборонительная ходячая турель который 10 извините 20 тысяч кп 200 урона в секунду плюс оверчарджи который мгновенно убивает любых юнитов т1 т2 т3 до шилд хэви начинает апгрейдить здесь аджукс и теперь 25 тысяч щита вместо 8 появляется на командире аджукса и уже еще один командир появляется не убиваемый со стороны иностранцев свои турели начинают появляться здесь у поролона но один щиток 1 турели разве этого достаточно чтобы остановить т2 танки обсидианы очень плотные танки у них очень огромный дпс это что-то типа лшавохов только у них очень большой альфа дэмэдж они редко стреляют на очень больно примерно почти на 500 на 500 урона у них тычка точно не помню чуть меньше 500 да но пока что пока что все не в лучшую сторону для наших ребят все еще есть у них контроль карты хотя уже можно сказать что контроля карты практически нету этими турелями и верхняя команда отодвинула и продолжает отодвигать блинчика и блинчику уже не хватает это хроноглушилки хрона глушилка хороша против юнитов но против турели она бесполезная ребят так что запомните хроноглушилка очень хорошо контрит с 32 троллями давайте посмотрим если какой-то план у наших ребят все так же т1 заводы т2 land завод т2 land завод начинает грейдится в т3 это значит что скоро у поролона появится снайперы т2 энергия ставится у блинчика блинчик пока что не выходит в т3 завод и в т3 начинает грейдится люкер ну что ж хорошая идея в т3 грейдится люкер можно будет здесь сделать персивалей очень жирных очень мощных юнитов которые идут на пролом поролон сможет строить себе снайперов т3 серафимских снайперов которых про которых я очень много рассказывал на своих стримах очень много показывал каким можно просто уничтожать мгновенно командиров я так по щелчку пальцев моего блинчика уже 21000 хп максимального здоровья 5 ветеранства и вдвоем с буча они прямо сейчас решают наломиться почему почему бы не попробовать было сделать это раньше и как-то вынести турели но им виднее конечно да и здесь отрезаются подкрепление не удалось забрать даже т2 мех поролон пытался сыграть от рельефа но как не особо получилось ставится отметка на люкера вы это 3 артиллерия уже выезжает здесь от блогера уже уже у них есть т3 завод также т3 есть и у мэхи и также т3 уже есть у аджукса и выходят снайперы те самые снайперы которые которые так просто контрят этих рэмбо командиров у них гораздо больше рэнджа а это значит что все эти апгрейды вся эта масса которая была вложена в апгрейды командиров она будет бесполезна снайпер уже подходят пока что стреляют видимо в землю куда-то ни одного кило нет какие-то косые снайперы видимо вот первый килл тот снайперов онские снайперы я не так люблю они стреляют более метко у них чуть они чуть быстрее чем серафимские снайперы они чуть точнее урон у них разовый больше но стреляют как я сказал реже а здесь уже серафимские снайперы появляются которых можно переключить в альтернативный режим и этим сейчас и пользуются судя по здоровью блинчика этим пользуется блогер и оставляет всего лишь 1000 хп если мне этот сечит сейчас погиб и здесь бы блинчик да и кстати тоже хроноглушилка абсолютно бесполезно против снайперов и блогер четким выстрелом снайперов которых я так люблю добивает к сожалению первого игрока из нашей команды пропадают все здания конечно же без ушара и к сожалению наши ребята просто не вовремя вышли в т3 где-то не додавили но было так близко ребят в этом матче я так переживал за наших ребят так хотел чтобы они выиграли даже несмотря что это противники в в текущем клан варе но все-таки три парня три наших друга из клана empire были близки но не смогли ну что ж я надеюсь вам понравился этот реплей ставьте лайки подписывайтесь и ждите следующих кастов по галактик клан вар с вами был саски каски до скорых встреч